Мы побывали в самом опасном месте города Припять в радиоактивном подвале медико-санитарной части номер 126 где до сих пор лежат вещи первых пожарных, которые тушили 4-й энергоблок Сегодня я расскажу вам, наверное, о самом трагичном месте в городе Припять в Чернобыльской зоне отчуждения это медико-санитарная часть номер 126 25 апреля 1986 года идет тихая мирная жизнь На 4-м реакторе Чернобыльской атомной электростанции планируется обычный плановый эксперимент И вот ночью 26 апреля в час 23 ночи случается взрыв Взрывается 4-й энергоблок Чернобыльской атомной электростанции Уже буквально в первые же минуты приезжают пожарные Пожарные из Припяти, из пожарной части, которая около станции находится на ПЧ-2 Пожарные из города Чернобыль, из ПГТ Полеска и даже с Иванка И уже после этого приезжают еще из других частей Киевской области Первые пожарные начинают тушить пожар около обломков реактора Сами того не понимают, получают огромные дозы радиации Просто огромнейшие Там были десятки тысяч рентген в час При норме в 30 микрорентген И вот уже к утру 26 апреля в медико-санитарную часть номер 126 Поступают пожарные с симптомами острой лучевой болезни Пожарных привезли сюда кареты скорой помощи Здесь их сняли с них рабочую одежду, башмаки, шлемы их И эти вещи, было правильное решение, вещи эти отнести в подвал и там оставить И сегодня мы спустимся с вами в этот подвал Это чрезвычайно опасное место Так как это комната замкнутого пространства В которой находятся те самые вещи пожарных Многие из которых погибли просто в течение первых месяцев После облучения, после Чернобыльской аварии Чем оно опасно? Одежда, в которую были одеты пожарные Напитало на себя огромное количество радиоактивных аэрозолей Сдержащих в себя множество радиоактивных элементов Самые известные из которых это цезий, стронций и глутон Идя в подвал, мы сейчас одеваемся в костюмы специальные Надеваем махилы, обязательно одеваем респираторы, очки И только так подойдем и проведем там всего лишь 2 минуты Самое главное защитить свои легкие от той пыли, которая сейчас там летает В замкнутом пространстве Также я взял очки для того, чтобы хоть немного, но защититься от бета-частиц Итак, друзья, вот он тот самый подвал Про который так часто многие вспоминают Особенно после сериала HBO, в котором был показан фрагмент Как эти вещи пожарных, вот они Вот они, те самые вещи Тех людей, большинство из которых уже нет в живых Из-за того, что они получили просто несовместимое с жизнью облучение радиационное Вот они, эти сапоги пожарных Подшлемники, штаны Место, конечно, невероятно жуткое, я вам скажу Чувствуется какая-то определенная связь с той ночью аварии Ты понимаешь, что это вещи людей, которые практически все погибли в течение первых двух месяцев Именно от лучевой болезни Сейчас я быстренько замерю радиацию И мы будем отсюда уходить Вот, друзья, слева дозиметр терра Он сейчас замеряет только гамма-радиацию Справа у нас дозиметр радиоскан Он замеряет бета плюс гамма плюс альса Вот мы видим сапог пожарного Гамма здесь у нас 100-270 миллорентген в час Бета плюс гамма плюс альса А гаммы у нас здесь только 10 миллорентген фиксирует терра Ну, и в этой комнате 13 миллорентген гаммы И 65-67 миллорентген условно бета плюс гамма Ну, я думаю, в общих чертах понятно Будем уходить отсюда, потому что это очень опасное место Ну, все, мы вот буквально от этой комнаты отходим Здесь уже по гамме вообще 90 миллорентген в три раза превышение А радиоскан нам показывает 550 миллорентген в час Это условно Субтитры создавал DimaTorzok Переодеваемся, вещи в пакет И уходим отсюда Дорогие друзья, мы находимся сейчас в приемном отделении Медико-санитарной части номер 126 Идем, я вам еще что-то покажу Мы обнаружили кушетку, в которой есть довольно-таки грязные по радиации места Что говорит нам о том, что здесь лежал кто-то, скорее всего, из пострадавших первых, из пожарных Два миллилорентгена в час Почти в тысячу раз превышает норму При норме в 30 миллорентген в час Сейчас у нас 2700 Вот здесь 4500, вот точка 6000, конечно же, это меньше, чем в подвале Но это тоже говорит о том, что именно конкретно это место связано с первыми пострадавшими В соседнем отделении приемном также есть радиоактивные пятна Потому что весь первый этаж был занят в первые часы после аварии Был занят пострадавшими на Чернобыльской АЭС Вот, и этот стол, это вот кто-то снял уже Если кто-то знает о таком человеке, как Владимир Шашинок Он работал на Чернобыльской АЭС И стал одним из первых пострадавших в ночь аварии Его доставили скорой помощью вот сюда, именно в эту комнату Вот именно в эту комнату Его положили на этот стол и обрабатывали физраствором Потому что он имел очень много ожогов и повреждений после взрыва Также, естественно, его тело излучало очень большой уровень радиации Вернее, большую дозу Его жена работала медсестрой в этой больнице И, к сожалению, Владимир Шашинок умер спустя несколько часов после аварии От полученных травм во время взрыва 4-го энергоблока Вот это именно это место, куда привозили этих людей Дорогие друзья, хочу порекомендовать вам канал Тидериан Радиоактив На этом канале вы увидите действительно качественную съемку самых интересных мест зоны отчуждения Головокружительные пейзажи, снятые с квадрокоптера Потрясающее музыкальное сопровождение И все это с интересными рассказами Тидериан действительно любит и уважает чернобыльскую зону И так же, как и я, хочет, чтобы все ее интересные места сохранились Ссылочка на канал Тидериан, конечно же, будет в описании к этому видео Субтитры сделал DimaTorzok